Субтитры делал DimaTorzok 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 кто хотел познакомиться, Макс? не понимал он искал, и стал, и видел кто, Макс? я не пойму кто ну что? чёртёнок, который вчера что-то в одеяло достал старая женатая пара и что он не хочет нам не знакомиться? он хочет, он просто исчезает Вайкл не приходит, чтобы не нырнуть мне в тёплые места? Я так люблю вырывать из контекста Ваш друг меня предупреждает, что он любит нырнуть в тёплые места Нырять в тёплые места, твой друг любит нырять в тёплые места Ты серьёзно сказал, что твой друг любит нырять в тёплые места? Ты чувствуешь, что пахнет? Ты прости, мы готовили яйца и картошку Сильно воняет, да? Мы в горшочке плинином топом На верху идёт запах, да? Вы наверху находитесь? В чердаке живёте? Где вы? Мы можем вас найти Послушайте, Милан Прежде чем она скажет, она хотела извиниться перед тобой за всё, что сделала Нет, нет, я бы хотела сказать, знаете, что он Вы так интересно, не слышите его, он не знает русского языка Она просто сказала, я не буду перед ней извинять, потому что я завидую ей Милан В общем, такая ситуация, мы сегодня в печи нашли какое-то платье и вот этот оплаток Мы не знаем, как это там оказалось, просто мы это нашли Что нам делать? Я вам скажу, что я туда не клала Так, как я понимаю, это были не... Смотрите ли так, это оповещение не было Никакого не было Единственное, что я могу вам сказать Я была бы поаккуратнее с этим оповещением Да, мы поняли это А сколько сейчас времени? Нельзя брать тогда эти вещи? Сколько сейчас времени? Не можно пользоваться? Восемь вечера Да, так вот, что нам сейчас с оповещениями делать? То есть они только как-то взлетели И можно пользоваться? И нам их выбросить Как нам быть? Это... Это ваше решение Но я не знаю, как они туда попали И я была бы осторожна Я не буду это брать А ты знаешь, да, чьи это вещи у вас? Да Поступайте с ними как что-то Попроси постель Мне не нужно чужое Яла Мне не нужно чужое Ну ладно, у нас один вопрос просто Мы сколько будем здесь еще сидеть? Так, короче Дело к ночи Платье это У кого сейчас? Нет, давайте Давайте его выбросим просто Давайте проголосуем Нет, ну как бы Я не хочу брать чужое, ребята Я точно не хочу Я бы ничего не выбрасывал Я бы выбросил тебя Но пока что я не могу это сделать Давайте не будем выбрасывать чужие вещи Да Может быть послучайно Если кто-то нам мог отправить эти вещи Но оно лежит в туалете Если кто-то захочет взять Вестеральную машину Да Я пока попользуюсь шарфиком Потому что холодно Где? В туалете Чего ты его берешься? Зачем? У нас что там есть? Этот Ничего Нет, этот Может быть не надо шарф тоже брать Давай положим его Ну я уже У меня стуна своя Принчался У тебя был с первого дня Уже аллергия просто У меня была аллергия Теперь я простыла А теперь ты простыла Что опять? Что опять? Так что за друг любит нырять в теплые места? Макс? Нет, простите Стебелек Стебелек Это стебелек Это не горешок Это стебелек Да А почему он вообще вылез из земли? Как-то так он ко мне пришел В смысле? Сам пришел? Да Сейчас он пришел И хочет в теплое место Да И по твоему У на груди У Кати Вполне себе комфортно Здесь стебелек Ну что? Ну она говорит Ну она говорит Что она это платье одевать не будет Потому что оно чужое Хотя сегодня она сказала Что если оно не чье То она бы приметила Вот Если хочешь Она это платье убрать То есть отдать Отдай это платье вот ей Ну да Отдай ей это платье Отдай ей это платье Раз она бесстрашная Не боится Ты будешь его озевать Ну давайте просто оставим Да потом Я уже решила Да Ну как просто тот факт Что мы не знаем откуда Здесь могут А получается здесь могут Твориться всякие вещи Вообще непонятные Как бы логическому объяснению Да Я сейчас разговариваю Почему? Парадоксальные Да Парадоксальные А вам не кажется Что Милана Как будто исчезла сейчас? Ну Как обычно А мы кстати ей так фотографию Не показали Ты хочешь сказать Что это фотография? Я хочу сказать Которую мы сегодня днем нашли Да Да То есть Смотрите Получается Если будут происходить Какие-то паранормальные явления В нашем доме То это нормально? Да Подождите Какие паранормальные явления Если будут А куда ты взяла Это как? Ну вот сейчас она исчезла Ну и что? По моему она просто ушла Она просто тарится Куда-то Хорошо Куда она ушла? Ты можешь найти ее Какую-то комнату где-то Ты можешь это Ты вообще На самом деле Я смотрю Ты о ней знаешь больше всех Да Я вообще О ней ничего не знаю Ну подожди Почему Если мы всегда считаем Что она куда-то исчезает И ты говоришь Она по моему Она просто ушла У тебя слишком много по моему И такие по моему Сходятся именно с Миланой Понимаешь? Ты слишком много о ней знаешь Слишком много Ну по моему Она блондинка Шатэн Русская Русская Аааа Я понял что ты делаешь Училивает просто Конечно Конечно Это такая тактика Она просто пытается Переменить тему Как бы Никого не смущает то что Илье У нас слишком много Знает об этой Милане Меня нет Кого еще Меня смущает это Кого еще смущает Поднимите Мы выдвинули такое предположение О том что ты с ним До мной знакома И подсобная утка В смысле Ааа Подождите А если она давно Что не знакома Тогда бы Ответ ее окружить Она бы тогда дала Ей одеяло Правильно? Вы не собираетесь ее окружить? Нет Зачем? Что бы она давила на нее Это было отлично Ну зачем ты говоришь об этом Она уже все слышит Она даже не просто не подаст Ничего Господи Кто тебя стратегию учил? Господи Так Сказал бедняк Какие есть предположения? Да давайте Выдвигайте Что-то надо Думать Они просто хотели До тебя докопаться Если честно Давайте Я готова Делся на самом деле в другом Делся в другом В чем? Я Знаю что ты ничего не боишься Да? Ты очень смелая Стоп Не боишься Мы можем так сильно на тебя надавить Что тебе придется сказать А? Придется сказать что? Правду? Я не знаю Так сильно не воспринимать Это как угроза Братан Ну то есть Вот вас лично Вы сидите Ни хера Молчите Ни хера Ни стоите Сидите Никого не смущает Что? Вот она фотография На ней То ли Милана То ли еще кто Да? Не пожалуй Вы с чем путаетесь Логически Взъединился Добрый сучок Что случилось-то? Смущает Что нам делать дальше? Как нам быть? Что ты хочешь сейчас сказать? Ну получается Нам нужна Милана В любом случае Да Только она нам может Как-то разъяснить ситуацию Прояснить ее дальше Сами Сколько мы здесь сидим Думаем Уже третьи сутки Мы ничего придумать не можем Нам нужно Дальнейшее Разъяснение ситуации Дальнейшее Нам нужна Милана Но она видишь Опять убежала Да А может как-то ее разыскивать Так Дверь Я везде Все смотрим Ее нет нигде Ее просто нигде нет Чурный кот Никогда Она исчезает То есть если она реально Превращается в кошку И куда-то прячется Где-то под диваном Давайте поднимем диван Дверь Я везде Ну что Какие мысли Мне кажется Я подсадная утка А если серьезно Тогда Я не знаю Как Даже вот В смысле В принципе Зачем тут Подсадная утка Если и так все Сейчас Если серьезно Если серьезно Говорить Вы мне все равно Не верите Давай поверим Говори свою версию Мы теперь поверим Она ее три раза говорила Это ксерокопия Старой фотографии Примерно сороковых Годов На фотографии Действительно Милана Милана Не совсем Человек Она как Сущность Это ксерокопия Очень старая И мудрая Только Без песка Без песка Без песка Куда 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 Она убежала Где эта комната Покажи Если ты знаешь Где эта комната Покажи Где-то наверху Это чердак Я только что спустился И ее там нет Потому что она Где-то наверху Ну смотри Ты говоришь нам Поверьте мне Мы тебе теоретически верим Да Где может быть Эта комната Покажи наверху Никого ни к чему Не призываю А что вы хотите Милану найти Мы хотели знать правду Но я вам ее говорю Да Давайте позовем ее просто И все Да ладно Я на вашем месте Я бы тоже Мне не верю Я знаю один способ Позвать Милану Просто включить плитку Да Включай плитку на полную И она сама придет Подожарка становится Когда это было Вчера Серьезно? Да Нет Давайте не плитку Можешь просто позвать ее Маска А может выпустим дым Включим сирену Когда она прибежит Ну давайте попробуем Милана Милана Спустись пожалуйста Пожалуйста Она же нас слышит Она же понимает Что она нам нужна Как она нас слышит? Она нас то слышит То не слышит А что мы хотим спросить у Миланы? Милана Ну и про эту фотографию Кто она? Да? Что делать здесь Эта фотография Давайте аккуратно Подождите Давайте аккуратно это сделаем Потому что если Если она Скорость Изоль де Кац Нам нельзя С полиции Что мы что-то там Переживаем Надо просто Аккуратненько спросить К чему я вас хочу Вот от этого и пляшем То есть естественно Скоро Кто-то Нам даст информацию О том Что все хорошо Мы что-то найдем Возможно Ребята У вас может быть все хорошо Вам заняться нечем Вам нечего тереть У меня там горят дела Горят миллионы Сроки горят Понимаете? Нам нужна Милана А я здесь сижу Фотографии разглядываю Да? Нам нужна Милана Зачем? Для того чтобы Вы субботу Зачем? За шкаф Ну потому что у нас Миллион ответствий Нужно попросить у нее одеяло А ты будешь просить одеяло? А что? Вы попросите за меня А ты что? Она на всем месте просила Она два дня Говорит об этом Ну потому что Ей важно Чтобы у нее была связь Со всеми с нами Чтобы она и доверяла тебе И ты доверяла И Макс И Вась-Вась Я ей не доверяю Екатерина Ну значит а мы Все будем без одеяла Блин Ну что значит без одеяла Я умираю У меня уже все Насморк А если А если А если она управляет печкой этой То и никто тебя даже выслать не сможет Мы могли это вчера сделать Но у нас нифига не получилось Почему меня никто не слушает? Я еще раз говорю Скажу Почему Если этот человек знает куда она уходит Что у нее есть какая-то потайная комната Ведь все мы считаем Что она исчезает И вот Она считает Что есть где-то какая-то Потайная комната Может в этой потайной комнате Мы можем найти Помимо вот этой фотографии Еще какую-нибудь хрень Может мы не дам А как мы найдем эту комнату Если мы не знаем где она Мы можем только спросить у этой У корей Она может пока сзади Эта комната Или что если она знает Потому что она спокойно говорит Я говорит она в своей комнате В какой комнате? А я в своей комнате Ну что за бред Ну что за бред? У меня же здесь не была комната Мы же с тобой вместе Все уже осмотрели Каждое бревно Ну какая здесь комната? А Лиды как хочешь Давить на нее? Ты сам-то про себя ничего не рассказывай Сейчас будем на нее давить тоже Мы можем конечно ее следить Но у нас сама ни хрена не знает Что за дурдом? Ну что происходит? Ну пошли попробуем Пошли попробуем Пошли попробуем Ну а как попробуем Ну мы скажем я пойду Нужно что-нибудь она передаст Какую-то точку Нужно что-нибудь она передаст У нас не вопросы А почему это писать? Скажи пожалуйста правду Где ее комната? Здесь есть какой-то знак Или что-то Можно нажать Там открывается Минута часы Дни недели Хорошо где? Спокойно давай Мы сидим не ведем Я не знаю что там дальше делать Что у нее есть комната Здесь все комнаты ее Что там сейчас Существует ли вообще это наследство? Что это как? Нас тут разводят Как последний колокольчик Сколок в море Вы не сможете понять Как? Ну попробуй сделать так Чтобы мы поняли Ну есть цель Мы пришли с целью Узнать Понимаешь что ты говоришь? Они не верят тебе Мы сами хотим это узнать Потому что мы в таких же обстоятельствах Как и ты Вот и все Знаете что такое симбиоз? Нет Звать Ну да Так вот Она и Дон Это симбиоз И они Не отрыв Друг Отдых Нет Ты можешь сказать Нормально Вот Что у нас Я не знаю Каким Другачком Может быть Какая-нибудь Ну Это странный вопрос Не появляется Потому что Она ждет Когда мы сами Это все исправим И рано или поздно Она все равно приходит Ну Что ты пришел? Я попробую Вызву Сейчас И что? Что? Еще вопросы? Ну может Убить я Да как вы не можете прийти Потому что Зря Вы Перееденитесь Вообще А что нам сделать? Она просто будет присесть сейчас и сидеть Да? Нет Просто с ней Подружиться Хорошо А как просить ее о том Что нам необходимо И все Вот это вот ей расскажи Вот это вот Вот дружиться Она вообще ни с кем дружить не хочет Всех унижает все время Она даже одеял не хочет просить Я не унижаю Да ты унижаешься И сама унижаешься Унижаешься По-моему сейчас не о том разговоре Унижает она Не унижает Тут дело в другом Дело в том что Если мы ее Если она Выходит когда сама захочет Нужно просто взять и найти Там где она находится просто И все А где ты найдешь Если мы не можем это сделать Тогда нужно ее вызвать Вызвать мы ее тоже не можем Тогда получается Мы в тупике Мы в тупике Мы сошли в тупик И никак не можем вырулить Никто не может сейчас вырулить Одна стоит за яйцами смотрит Вторая ходит Ни с кем не дружит Третья ее за это корит Мы в тупике Нам надо выходить из тупика Потому что тупики бывают только в голове Да если я сейчас немного эмоциональный То только потому что Хорошо А как нам выйти из тупика Что ты хочешь Нет это мне Можно мне предложить Ну давай Если Лия Говорит Что она дух Милана дух И симбиоз С этим домом А симбиоз Что это Типа вместе Одно целое Да да Давайте искать ее везде Где бы то ни было Вообще везде искать А разве мы до этого не пытались так делать? Мы пытались это делать очень много раз Ну смотри Но здесь же ее нет И комнаты ее нет Вообще нет людей Я не знаю А как еще делать? А как? А вот так вот Просто давайте ее искать Милана Я не знаю С батю Рукой Руками Че вы Гатый Фу Милан А мне еще интересно Смотрите Когда мы заходим в тупик Когда мы заходим в тупик Происходит такая хрень Никто этого как бы не замечает Потому что это редко бывает Но когда мы заходим в тупик Появляется наша Корея И начинает делать вот такие вещи Оооо Тихо тихо Кажется я Чего то там Почему она это не делает сейчас? Ведь она может это сделать И указать нам Что я кажется чувствую Кажется я чувствую Где симбиоз И где может быть Ааа Где может быть Милана Вот в этом месте Раз мы к этому месту подходим Открываем и вот там Милана Сделай это Браво Ну давай свои придумай Эти же Миланы Можно позвать? Да Видите как все просто окажется Мы вышли из тупика Браво Подожди Подожди Вы еще никуда не вышли вообще-то Еще истеричнее Немного это попахивает паранойей А так все в порядке Ладно Все я задыхаю Надо успокоиться Окей Лей сейчас пойдет Позовет Милану Да? Я правильно понял? О чем это говорит? Ну-ка Милана придет А где как она ее позовет? Откуда? Значит что? Она знает где она находится Ну так Васять иди разберись Так раз ты знаешь то Я не могу просто давить на человека И скручивать вот так Вообще не умею Единственное кто меня бесит в этом доме Вот она Потому что она все время унижает И все время Но ее я не могу трогать Как я сейчас Вот что сделать то Она Скажи Ты же вчера меня сам от нее От От Чего? Защищал Ее от меня помнишь? Когда ты успокойся не надо Кого? Ее от меня вчера Кого ее? Тебя? 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 Господи Иисусе Я вообще ничего не поняла Я тоже ничего не поняла Ну я потому что ты сейчас говоришь Она тебя бесит Она не просто Ну как бы Я бы с таким человеком не общался Да я бы тоже с тобой не общалась Ну все А это не важно ты бы Замолчи ты сам Ну ладно Витя она опять делает Ну а кто его знает Может она перемещается Тут что-то оставила для нас Я ее в шкафу еще Не ладно Для нас что-то оставила? Да В кастрюлю может быть В этой комнате? Нет В кастрюлю Тихо тихо Дождите Нет Теперь не внизу А как будем делать Может зубную пасту? Слушай Может быть в горшочках? У меня что-то оставили А что? Кастрюлю зубную пасту, мыло? Я помню Какой там Шампунь Что? Сосуд Что-то куда Так вот Все сосуды здесь Что-то Нет Нет Не такая форма Да мы все обшарили эти сосуды 3 дня Другой материал Там ничего нет Не такая форма Другая А у кого не першит горький? Как? Першит? А что? Это от яиц наверное Кто-то не помыл сегодня Кому-то мыла не хватило Что вы разговариваете? Какой сосуд? Расскажи пожалуйста Я задула Что сейчас? Что было? Сосуд какой-то А Вспомнила Что-то Она хочет Чтобы мы нашли что-то Хорошо А как это найти? Она хочет Для нее что-то мы нашли Для себя Нет Для нас Она здесь В этом Вольна Так здесь мы уже все обшарили Подожди Именно вот здесь В этой комнате? Еще ничего нет Верху? Внизу? Или где? А что это такое? Ты можешь написать? Как это сосуд? Что-то такое Это маленькое? Большое? Наверху Наверху? Наверху? Займите Что-то Давай Я теперь не парюсь Я же сказал Что она придет Начнет все эти дела делать И все будет в порядке Я теперь не напрягаюсь В принципе У нас все будет понятно Сейчас Сейчас она Паритывает И потом сама найдет Как с фотографией получилась Да А что париться тогда? Что мы паримся? Есть Милана Есть Корея Она там сейчас поколдует Скажет Вам что-то надо найти Мы такие Где? Где? Что? Мы все поискали Все Она сама все ищет Не напрягайся вообще Я не напрягаюсь И вот сейчас Абсолютно расслаблен Единственное В горле почему-то поперсивает Потому что Не знаю из-за чего Это от духовки От духовки Да? Да Да Можете его выключить Что там? Что там? Почему? По каким причинам? Что? Что там случилось? Я хочу найти Что? Что? Что такое? Что такое? Что такое? А вы уверены что надо было открывать это? Что? Мне кажется не надо было открывать Ты не рада? Серьезно? Печеньки? Что? Что там как-то нет страха Я в шоте Это Это А там что-то написано Бумажка Это Это список Кто нам что купил Кто-то очень любит вас И считает Не пойдем На что готовы вы? Вась Васич, Вась Васич, Ирина Петрова, яйца, Ирина Петрова, килограмм картошки, Ирина Петрова, зубная паста. Ребят, подождите, пожалуйста, давайте найдем сначала то, что нам действительно нужно. А вдруг это вообще не наше? Давайте искать записку, что написали. Это точно наше, если ты сочи что-то знаешь. А что это такое? Ты дурак, что ли? Какой-то ненормальный, я неадекватно реагирую. Да? Абсолютно неадекватно реагирую? Реально? Обалдеть. Ничего себе. Конечно, можно. Открывайте. Не надо, ничего не могу найти. Где, где этот? Вась, Вась, там тебе пледение нашла. В смысле мне? Вот это я пою. Это что такое? Закрыть? Что? Что закрыть? Не надо меня ничего закрывать. Это все мне, что ли? Я не понимаю, что... Нет, вы какие-то странные. Вы все с ума поскорили. Да, Ян, как подходить с ума? Вы посмотрите, что тут? А есть какая-то записка, что-то? Смотри, что творится. Да это может не наше нахрен. Нас бы обычно сообщать, что это нельзя трогать. Может это провокация нахрен. Мы сейчас возьмем и нас всех тут порешаем. Ну серьезно. Я за мешательстве. Вот сейчас я реально в тупике. Лилана хотела, чтобы мы нашли... Ле, что нам сказал? Найти записку или найти это? Я думаю, что сейчас надо с этим разобраться. Тут все написано. Что с этим разбираться? Орать начали. Что написано? Покажи. Дай посмотреть. Что ты, Алеш, блин? Внимаешь, ты? Какая-то истеричка вообще ненормальная, едевая. Что это написано? Это не Ватсава что ли? Знаете что? Нормально Нормально Ну давайте займемся Тем что прочитаем хотя бы Давайте прочитаем Да, давайте Итак, для Васича Куда прочитать? Какую камеру? В эту? Нет Давай я попробую Давай я попробую Мне кажется Сегодня Сегодня произошла очень приятная вещь Сегодня для меня Ирина Петрова Она Пожалуйста Волнуешься Волнуешься Вась Васич Ирина Петрова Это очень мой хороший друг Один из самых близких друзей Ольга Антошина Это тоже мой очень хороший друг А почему у Васи тоже Ирина Петрова? Я понятия не имею Это кто такая Ирина Петрова? Это мой очень хороший друг Расскажи Так вот Вась ты не волнуйся Не волнуйся Это точно не подстава Это не подстава? Это реально? Кто она такая? Расскажи Я не буду вам ничего рассказывать Говорю это мой очень хороший Давай Вась Васич Значит Ирина Петрова Откуда она? С какого города? Вась Васич Да какая разница С какого она города? Да не важно Я скажу Я скажу Спасибо Я тебе читаю Васич Ты сам прочитаешь Или я читаю? Да я читаю Да я читаю Да я читаю Да я читаю Она вообще Ирина Петрова прислала Вась Васич Володя Я читаю Ты читай Там же тебе еще что-то наверное Возможно Четыре Господи Начни с себя Вась Васич Зачем он уже присел Катерина Ты просто Мне кажется Приветство Бог Это ты просто Значит Я хотел бы Поблагодарить Иришенко тебя за то Что ты прислала мне Оле Антошина И тебя очень сильно благодарю Спасибо тебе огромное Я знаю что Значит все здесь серьезно И Вы Вы со мной Оль Хочу чтобы все было хорошо У тебя с собаками Чтобы все собаки Всегда нашлись И были с хозяевами Чтобы были самые лучшие вечерины На них было очень-очень много людей Дочке привет Тебе привет Всем привет Я Я очень вас ценю и люблю Ириша Спасибо тебе огромное Просто я хотел это сделать Не при всех понимаете Я как-то это хотел сделать Чтобы это было Один на один А не вот так Давайте Мне кажется Помогите Отойди Вы так глупо И глупо вообще Да Все Извини Все Прости Не вытаскивай пожалуйста Пусть там подержит Я сейчас Буду читать И вытаскивать Можно я так сделаю Спасибо Спасибо большое тебе Ты меня видишь И я очень благодарен тебе Мне правда это необходимо сейчас Поцелуй дочек Машу Сонечку поцелуй И скажи что так получилось Объясни им что Это обстоятельства Что я шел к вам Но оказался здесь Я не могу тебе все объяснить Ты сама все видишь Прекрасно понимаешь И знаешь Я тебя очень люблю Но Так вышло что сейчас Я не смогу Не смогу выйти И Просто пойми меня Ой Антоша Спасибо огромное За то что Ты видишь меня во первых Я знаю что вы здесь Со мной И За то что Подкармливаете Мне это очень необходимо Девочки Спасибо что вы есть Да Тяжело здесь Ну в общем Спасибо огромное Ну все хватит Великин Сейчас Зайдем Зачем А тебе кто там прислал Пришел Это Жуя мне Гранат Я не до что до себя Все Да Так Ну нет Этот Я Твою читаю Угу Давай Евгения Сологубова Женечка Бутылка воды Реально Реально У меня горло Уже Уже Яйца Яйца 10 штук Для меня Антон Спасибо всем Ребят Если вы меня смотрите Значит реально все нормально Все хорошо Ребят Значит правда нас смотрят все Ребят Ну это такие люди которые Это вообще ужасно Я в шоке просто Значит на самом деле Они смотрят Карты Соня вот писала Юрсу Ли Тебе вот смотри Евгения Ли Это кто Евгения Ли Женечка Сестра моя двоюродная Да Юлия черная Гранат Цвет прислала Макс Ну Ириночка Хватай карты Вот я не понимаю Смотри Да не надо понимать Просто Макс Для тебя Твоя же Она влюбилась тоже в Макса Да что ты несешь Господи братан Вот тебе Апельсины крупные Твое Крек черный Ребят Карты Да Спасибо что Макс Спасибо Мы можем яйца уже отключить тогда Яйца можем отключить Соскучилась по вам очень Ребят я хочу завести ежедневник какой нибудь И записывать Кто мне что присылает Я потом обязательно благодарю этих людей Я буду завести какой нибудь Можно мне какой нибудь ежедневник Юрс читай свое что ты хотел Кто тебе что прислал читай Можно я Да спасибо большое Я сейчас делаю все Да Сона привет Тигру привет Да я обниму Спасибо за все что мне тут отправили У меня Вода У меня торт Вода я хочу подписывать Пожалуйста Хватит меня кормить Тоже приятно У меня печенье У меня печенье Килограмм бананов и зубная паста Колгей Спасибо большое Огромное спасибо Очень приятно Это приятно Очень приятно До слез Спасибо Короче мы живы В общем-то все в порядке Ребята, значит реально все существует Макс, держи Давай, Макс Ничего себе Ирина Петрова Спасибо за апельсины Килограмм целый У нас чай есть Это моя бутылка Возьмите еще бутылку Всем по одной бутылке Зубная паста, ребят Это моя Нет, ну пасту ты же поделишь со всеми Пасту зубную Нет, не поделюсь Васич, мне не могу 3 дня Дедащетку У меня там еще две лежат Это мне одну, мы уже разобрали Все эти твои щетки Ну хорошо, одна твоя, не страшно Карты, боже, это тебе приехали Ребят, спасибо большое всем На нас реально смотрят, нас реально видят Женя, Наташа, Антон Мои дорогие Всем спасибо огромное Я реально такого не ожидала Это так приятно Нам нужно завести Я хочу завести ежедневник И все, кто мне что-то присылает записывать Я потом отблагаю каждого этого человека Которому дал мне умеет Давайте подобьем ксю и килограмм бананов Ребят, давайте что-нибудь покушаем А ксю у нас опять расстраивается Сейчас, сейчас, я хотел отнести апельсин Спасибо Спасибо тебе Картошки, ребята Как мы сегодня ели с аппетитом картошки Все, у нас Ребят, это что ж такое Вот сейчас в кастрюльку то, ребят В кастрюльку масло подсолнечное Наконец-то Ну ничего, я попила воды Наконец-то Блин, как просто апельсины Вахнут волшебно Дай мне что-нибудь поесть Можно апельсинчик? Спасибо Давай я тоже хочу апельсин Почистишь маслом апельсин У нас теперь яйца есть А где-нибудь поднести апельсин Можно, да? Все опять расстроенное Все Мне надо почистить, Максим Я не привыкла Ладно, ясно Я тоже нахрен Ну что здесь в кастрюльне? Вот сюда положи Вот это да Вот это дела Везутную пасту кому прислали Молодцы такие, Васич Тиберина Петрова Леп еще Антошина Фамилия такая Ольга Антошина У меня Аножкины Родственники есть А это Антошина Ольга Антошина Прекрасный человек Прекрасный человек Спасибо всем Ольга Антошина Ты знаешь сколько всего делает Для животных Для Евгения Сологубова Одногруппница Девчонки молодцы какие Антон Панченко Волгодат Привет Привет, Наташа Насковная Ребята Давайте здесь все приберем Давайте закроем печь О, чьё Оболгует А что ты возьми Такой А что расстраивается Расстраивается А что не слишком? В шкафу плачет Все плачет, что я опять ничего не прислали Но мы же все вместе Он не поймет, что наши владельцы друзья Да 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 Ну зачем Я сказала, что не буду есть Зачем Ну что такое Не ешь Оставь тогда Будь ты человеком Привет Держи банан Слушай Это временно Понимаешь Ну это все Да У нас есть кто-то Надо снимать апельсинку Прикинь на пол Давай я ее съем Ты точно не будешь есть? Держи банан Слушай Ну что ты Переживаешься Ну Ну не сегодня Так завтра Не завтра Так послезавтра Все равно Я не верю Что у тебя никого нет Вот не верю И все Ну ладно Встать я Заход Пожалуйста Чтобы Не нам Пусть это будет Все равно мы все делим Все для всех Пусть это будет для Ксю Потому что Она сейчас войдет в депрессию Потом мы не знаем Что с ней будем делать Она же второй день просто млачет Второй день не плачет Нет Ну вообще Да Надо чтобы ты мне Даксу что-то прислал А Милану так и не приходят Милану может быть позвать как-то Чтобы ее угостить тоже Да Я с вами ничем не буду делить Не надо Не надо Не ладно не делись Ну только просто то чем делимся Мы с тобой не надо это выкидывать Потому что ну это правда души Ну потому что заберите Сибирь Ну мы не можем так есть А ты будешь Грустить Ну и так Да Не надо же Бананы Нам паспорт Больше она выкинула Сколько всего тут по нам прислали Ну будет начать на нем Каждый день Будем есть парень Если это будет До самого дня Говорим Ладно Глядите Все хорошо Зря ты ревешь Не знает толк Развещение Так а что нам правда Нам карта все полегче Нет Ребят Ладно Давайте я скажу еще раз Не надо толку Ты сейчас все больше сделаешь Каждый человек приходит А у него все больше и больше слез Так Давайте вот эту Идем сюда Или к кабанке Ребят Я хотела сохранить этот лесочек И обязательно Потом Когда мы отсюда выйдем Обязательно ударим этих людей Спасибо Складывай в свой комодик Да Лесочки Оставляй Оставляй Мы все это сохраним Обязательно Злукная щетка С пастой Ахахаха Вась Вась Юля Юля Я скоро приеду Насколько фруктов Торт Нет Не все сразу Не на все сразу Не на все сразу Не на все сразу А гранат А гранат Это чтобы ты в обморок не падал Ты же знаешь что гемоглобин низкий Вот тебе для гемоглобина Это близкий человек тебе Это очень близкий Но только она знает такие вещи Правильно Кстати говоря Да Про то что мы волновались Что это возможно не те люди нас смотрят Вот тебе и доказательства А персечек я тоже хочу Не сосет уже Глубок У меня просто кишки А это Сводит Что ты говорила Милана не придет к нам Милана Очень давно Ребят Милана Мы как томаго числи Ну уж Смотри Смотри Ладно Что такое На Ну что Что это Что это На просто Вода Вода Это твоя Вам не кажется что мы как томагочит Ребят Вот здесь вот вот эту воду сейчас можно тушенку будет сварить с тушенкой я выключила значит так, стоп насчет тушенки тушенку я ем единолично один дай ложку-то хоть одну нет, я тушенку ем единолично один почему? потому что тушенка и я это ну я не могу вам просто объяснить ты только что мой банан ел нет, тушил одну ложку стоп, стоп, ешь апельсины, ешь хлеб ешь яйца, хочешь яйца яичницу делай, но тушенку я съем один и всю только как ее открыть? а я знаю, как ее открыть как ее открыть? жаденый я не жаденый это только ну ладно, нам что-то едет, писали, кейс вы уверены, что это все? не знаю еще что-то? ни хера себе обжидовать не расстраивайся не слышу? угу не расстраивайся ирина петрова расставь 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 давай, ксу дайди сюда подойдешь на георитет Ирина Петрова, что это твоя? Тебе посылки существа? Быстрее иди, быстрее! Ну быстрее, ну иди, пожалуйста! Ну иди, 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 иди! Ну пришла сама, читай! Мы не читаем чужие письма, ну иди посмотри! А что пришло? Пожалуйста, иди посмотри, захочешь, спустишься! Обалдеть, я в... Дай посмотри, нет! Да посмотри, нет, нет, тушенку не отдам! Не трогай! Не трогай меня! Я не отдам тушенку! Моя вода! На, воду забирай, тушенку не отдам! Я не отдам тебе тушенку, я сказал! Что ты такой-то? Тушенку не отдам, ни хрена, все! Все, даже не заходи сюда! Лия, иди сюда! Лия, иди ко мне! Открывай! Смотри, читай! Лучше! Пой, пой, открой! Не расстраивайся! Пой, открой! Очень весело! У меня на фундуре аллергия! Ты когда поблагодарила человека, она все старалась, прислала, вот Ирина Петрова! Какая вообще, бог вонюхая! Жадная тебе, что у меня сутка! Я не жадный, ты знаешь, что у меня сутка? Я оставь ей вот в ничем открыть ее! Чем ты ее откроешь? Субами, что ли? Что-то присылают ее... Ну одну ложку дай мне! Ни фига! Ну одну ложку! Ни фига! Ты жадина, что ли? Я не одну ложку! Вот я с тобой вчера поделился о делом, поделился. Еда пришла ко мне, поделился. А ты не будешь делиться! Я с тобой поделюсь! Одну ложку я прошу! Одну! Прекратите! Ну я хочу тушенку тоже! Прекратите! Я хочу одну! Васич, ну дай мне, ну дай мне! Ну дай пошалки, на! Прекратите, попробуй! Че с Ксюх, слушай, давайте мы переменим, а! Тушенку не трогай! Че с Ксюх, че она сказала за помидоры? Все, ты жадина полная, вообще! Не аллергена помидоры! Че? Че? Че не придет? Аллергена помидоры! Не знал. Аллергена помидоры! Попрошу, не трогай, не трогай помидоры! Дай-ка! Не-не-не, сейчас мы разберемся. Как ты у него аллергена помидора? Там твои милые. Блин, их хрюк! Тебе мама печи? Ну, мама. Прислала мне печеньки? Жена, как у брата, хорошего, лучшего. Ну, катай, кералкина помидоры. Тебе не аллергена помидоры. Да, я не видел вместе, договорились. А, злы! Знаете, что я здесь, да? Да какая разница, кто это прислал? Какие? Прислал! Не надеваем такие успокоительные! Это не успокоительные! Причем здесь успокоительные? Ты видишь, что люди за тебя переживают? Причем чужие люди! И люди хотят стать тебе ближе, понимаешь? А ты строишь из себя, ну правда! Ну серьезно, ну вот съешь ты помидоры! Вот я бы подарила бы! Любую еду можешь съесть, но не надо вот так вот! Ну правда, ну не надо так делать! Всю! Ну пожалуйста, я прошу тебя, отнесись мне! Ну возьми ты эти помидоры, скажи, что съешь одну! Ну... Хорошо, не захочет? Перешенька, спасибо огромное тебе! Слышишь, спасибо! Ты очень мудрая женщина! Я за это тебя и люблю, и любить всегда буду всю свою жизнь! Спасибо тебе! Своя жена, Васич! Это близкий мне человек! Не важно! Я не хочу! Жена! Не жена! Какая разница? Ну... Ну жена! Ну это же круто! Значит тебе... Я не люблю говорить о своей личной жизни! Ладно? Давайте расслабимся, ребят! Давайте не кричать! Все, ладно! Мы суетимся! Пришла еда, понимаем, мы озверели всех! И не можем ничего с этим сделать! Нормально! Батя, ты куда тушенку-то понес? Я поборсил! Насчет тушенки и меня, ну не трогайте, пожалуйста! Батя, я запомнил это! Юр! Юр! Ну подожди! Ты не знаешь, что это у меня тушенка! Понимаешь? Ты понимаешь? Что? Тушенка для тебя! Тушенка для меня? Ну... Если бы было три тушенки, я бы тебе тоже не дал! Ну нет, если бы был бы ящик, я бы тебе дал! Ну понимаешь? Ну тушенка, ну... Хочешь помидор? Подожди! Помидор хочешь? Все, не хочу! Съешь помидор! Не хочу! Забирай тушенку! Забирай тушенку! Не хочу! Я не обиделся, но тебя возьмали! Точно! Хочет! Ну, ребят, как приятно! Как приятно! Забирай тушенку! Забирай тушенку! Как это приятно! Значит, за нами реально смотрят все! Реально нас все видят! Я хочу передать всем привет! Вообще... Не знаю... Не переживайте, что ли, тогда за меня? Знаете, что я хочу сейчас? Я хочу попить чайку! В чем? А у меня кружка же есть! А кипяток! Я хочу чай попить! Я хочу печеньки и медовик хочу! А как мы нагреем воду? Не знаю, как! Горшок! Даже теплый я бы попил! У нас есть один стакан! Который дала нам Милана! Он мне для... Бутылок можно! Из бутылок чай? Ну, конечно! А как кипятить воду? А как мы нагреем воду? Ну что, пока мы отвлекались на свою еду, у нас нашлось какое-что поинтереснее! Алёсики! А где ты нашла это? Где она там нашла? Что это такое? Матрическая выпись... Матрических книг... Просква Павловна Щербатова... Отец Павла... Родившегося... Это типа свидетельства о рождении... Метрики раньше же были метрики, да? В Смоленской губернии... 1 января 1924 года... Это свидетельство о рождении... Какой заезд? В Юрецкий... В Смоленской губернии... Деревня Шучейская... Село Троицкое... Отец Павел Афанасьевич Щербатов... Мать Агайя Николаевна Щербатова... Вот я про Смитов не знаю, но... О Щербатовых я знаю точно! Да? Мне рассказывали! Ничего себе... Смит я тоже... Давайте покажем нашим... Подожди, подожди... Подожди, подожди... Стой... Почему? Подожди... Ну дай понять-то... Метрическая выпись... Это я понимаю... Это свидетельство о рождении... Кое-кого... Кого? А вот догадайся... Кое-кого... Ну-ка, давай... Л... Нет... Ложку тушенки мне... Вы все равно прочитаете... Мы прочитали уже, Вась Васич... Ну тем более... Я не покажу тебе тогда это... Вот это дела... Ну вот такое, Вась Васич... Что там? Правда, это документы... Да, хорошо... Ну я не могу тебе сказать, Вась... Почень о документах сегодня говорили? Васич, ты что, жрешь один? Один жрет тушенку... Васич... Попросил у вас... У вас есть и да... Пожалуйста, вы можете яйца мои есть... Не надо ко мне тушенки, я же сказал... А как ты открыл? Тушенку я съем один... А как ты открыл? Какая разница, как я открыл? Ни хрена себе... Ладно... Короче, это свидетельство о рождении... Покажи, пожалуйста, вот сюда... На, показывай, Кать, ты профессионал у нас... Я не умею... Вот что профессионал... Вот что мы нашли... То есть, ребят, посмотрите... Это свидетельство о рождении... Нашей бабушки, как говорится... Проскои Павловны Смит... То есть, она... Щербатова... Это, значит, девичья фамилия, она вышла замуж... То есть, значит, реально... Это метрика, метрика... Раньше были метрики... Значит, она реально существует... Значит, реально существует наследство... И, значит, мы реально родственники... Вы понимаете сейчас это? Значит, мы реально родственники... И, значит, мы здесь находимся ради наследства... Стоп, стоп, стоп... Фотография тоже была... Типа, реально найдена... Почему все... Раскидано по... По дому... Вот так вот, знаешь, как будто... Специально, чтобы мы находили... Почему не принести это нам все сразу... В ящики, в одном документе... Чтобы не было никаких проблем... Почему мы, как ролики, что-то ищем где-то... То там найдем, то сям найдем... Кто это? Ты нашла? Нашла где-то шкафу... Где-то по шкафам где-то, правильно? Почему мы не задаемся этим вопросом? С какого хрена здесь все раскидано по этим? Так может быть и наследство здесь раскидано? Может быть наследство где-то в Бревнеево... Надо просто подковырнуть чем-то... А там у нас ларец с бриллиантами? Может наследство это и есть этот дом? Просто как бы не надо сразу верить прямо на слово... Ну, с другой стороны, я ем тушенку... Это самое главное, Василич, для тебя сегодня я поняла... Больше для тебя ничего главнее не существует... У нас точно ложки нет? Точно нет? Точно нет? Я сегодня про это и говорила, что на нас действительно смотрят... И действительно надо просто подождать какое-то время... Мне кажется, что все будет хорошо... Если нас действительно смотрят, тогда я предлагаю просто... Давайте перед этой камерой сядем и каждую просто оставим по одному... Пусть объяснит тем людям, которые его ждут... Что все хорошо, все нормально... Все хорошо, все нормально... Но они же волнулись... Елене... Я думаю, моя сестра, которая живет сейчас в Москве... Ей нужно срочно уволиться со своей транспортной компанией... И поехать заниматься серьезными реальными делами в Саратове бизнесом... Хватит работать на дядю... Надо заниматься своим делом... Также я хочу сказать всем... Мамочка, не переживайте меня... Пока нас не увидят... Мы будем жить дальше... У нас будет все хорошо... Также я хочу сказать всем, кто нас смотрит... Спасибо большое... И всем, кто... Если вы нам будете поможете продавить какие-то препятствия... Мы обязательно вас отблагодарим по выходу отсюда... И... Это не останется просто так... Естественно, если люди... Если нам это не причинят... Они будут наказаны... Это реально... Вы на нас смотрите... Я хочу вам сказать спасибо... Чтобы не искали... Не потеряли нас... Не подавали в розыск... В принципе, все нормально... Нас не убивают... И главное... У нас появилась еда... Значит, мы верим реально... Что вы нас смотрите... И... Присылайте нам еду... Это очень спасибо большое... У меня нет слов... Я очень-очень благодарна... Спасибо... Самое главное... Сан Саныч, Саратове... Все объекты на тебя полностью доверяют... Говорю вы привезли... Мне кажется... Сейчас главное... Просто, чтобы успокоить родственников... Что мы спокойны... Что с нами все хорошо... Зачем нам... Не могу достать какие-то... Ты пальцами вот так вот... Прямо... Ну вот прям вот... Да... Вот так я могу вот так... Давай, открывай рот... Открывай рот... Давай... Шире рот открывай... Вась... Давай сама... Давайте еще не будь... Чем не будь... Нечем... Я могу либо пальцем... Давай пальцем... Давай... Шире открывай... Я предлагаю... Ее сейчас не есть так... Подожди... Либо ты ее ешь... Либо ты ее отдаешь мне... Я ем... Можно я сушенкой приготовлю... Очень вкусно... Уже ее мало... Либо ты ее ешь сейчас... Все... Вкусно... Ну 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 ну... Давай... Давай... Наливай себе в рот... Вот... Ой... Поделись со всеми... Все... Я всем предложил... Макс... Будешь? Нет... Все... Ты доешь? Ну давай еще третий раз... А потом я там... Давай... Давай... Кушай... Доела? Ты даже смотреть не можешь... Что я ее ем... Васич... Не могу... А зачем тогда ты мне ее даешь... Раз ты не можешь на это смотреть... Зачем ты мне ее даешь... Потому что я... Я понял... Что нужно делиться... Ты понял... Что нужно делиться... Неужели? Нет... Ну тушенка вкусная... Это гостовская по-моему... Конечно... Тушенка обалденная... Вкусная тушенка... Не смешно... Оля Антошина... Спасибо тебе огромное... Спасибо тебе родная... Не знаю... Это просто счастье какое-то... Ребят... Передавайте... На повестке дня... Я предлагаю всем сказать... Что... У всех все хорошо... Я сказала... Родные... Все переживают... Они видят... Все то... Как мы тут истерим... Бегаем... Кричим... Помогите нам... А давайте им видеообращение сделаем... Да... Вот я сейчас уже сказала... Видеообращение... Я думаю... Если мне передали столько продуктов... Из Волгограда... Со станции Сарепта... Локомотивное депо... Спасибо большое... Вот... И также... Девочка моя одногруппница... Также Антон Панченко... С Волгограда мой сосед... То есть Волгоград уже точно меня видит и слышит... Так же я надеюсь... Саратов и все другие города... Кто меня знает... Самое главное за Саратов... Конечно переживая за свой бизнес... Я обратилась... Сан Санычу... По крайней мере... Наталья... Там могут передать... Некоторые люди... Сан Санычу... Чтобы он все... Улазил все мои вопросы... Он всегда их обычно... Улаживается... Так что я думаю... У меня вопрос решится... Каждый... Обратитесь к своим родственникам... Чтобы вас не искали... Чтобы все нормально... Офигеть... Только сегодня говорили... Ребят... Реально что ли родственники... Ребят... Да... Выходит так... Я до последнего... Не могу просто в это поверить... Мы реально родственники... Можете поверить... Кстати... Можете... Да... Говори Васич... Присаживайся... Хочешь... Мы можем выйти... Лучше как... Вообще... Я это делать... Конечно... В одиночестве привык... Давайте выйдем... Давайте... А почему... А почему ты привык... В одиночестве... Ну как бы... Если это возможно... Вы можете сесть туда... В комнату... Я вас потом позову... Хорошо... Хорошо... Давай... Давай... Ладно... Ну это же документы... Вы зачем кинули документы... Они кинули... Мы положили... Я его приберу к себе... Да... Окей... И список... Я приберу к себе... Юр... Максим... Бери пожалуйста... А... Как это я прибираю... У нас есть карты... Ребята... У нас есть... Женя... Спасибо... Это значит... Женя... Спасибо... За карты... Это значит... Что мы будем... Рубиться... Карты... Жень... Женя... Извините... Коробочку... Не потеряйте... А потом карты... Все... Не потеряйте... Какие классные карты... У нас будет полочка для документов... Материал... А шампуня то и нету... Шампунь нет... Но есть зубная паста... Уже какое-то достижение... Можно зубной пастой мыть голову, да? Нет... Хотя бы зубы почистим... А зубной пастой нельзя мыть голову? Не помой... Если вдруг у меня смотрят самые близкие... Со мной все-все-все-все хорошо... В Иркутске самые близкие... Слышите меня? Иркутск... Самые близкие... Со мной все хорошо... Ангарск... Самые близкие... Со мной все хорошо... Сахалин... Со мной все хорошо... Сахалин... Привет... Москва... Все нормально... Чита... будет у меня их 5 штук нет, одну я сейчас забрала да? ну да то есть тогда я самая первая убежала чистить зубы, наверное, до сих пор и первая попользовала мыло Васича тёп! я пошла а куда ты? тушь, спасибо, говори давай, пусть зубья иди что, ты тоже хочешь, чтобы я здесь не было? да, я не дошёл отлично спасибо, Эдик, что ты выбросил меня на улицу как собаку и поселил меня в этом или какой-то судьбой я поселилась в этом доме с этими ненормальными людьми, которые оказались моими родственниками очень прекрасно и ты прекрасно знаешь, что у меня некуда пойти и у меня ничего нет и это очень великодушно с твоей стороны мне не помогать совсем, но ничего страшного я как-нибудь справлюсь без тебя и передаю привет также моим подругам, которые оказались лже-подруги спасибо за вашу поддержку а вот что ещё? а, хочу поблагодарить, конечно же, жену Василия потому что за помидоры только не нужно меня успокаивать я не жалкий человек, понятно? и на помидоры у меня аллергия и в любом случае спасибо большое это было очень приятно вот так что, Эдик смотри, наслаждайся, как я хожу здесь грязной головой сплю без одеяла и подушек надеюсь, тебе будет приятно адиос иEN я хочу чай ты скажешь своим? да родные мои они знают я уже им сказал спасибо большое большое спасибо мне приятно правда мы будем кипятить сейчас воду как-нибудь мне приятно что у меня есть крутые братья и сестры сочи сочинский теперь короче стоп а все сердце все сделали видеообращение да выходит что мы родственники кто никто не сделал покажите мне этого человека ты здесь садись макс я у меня помочим помочим вот пусть спасибо большое женечка женя спасибо за карты отдельно просто большущие просто вот так меня украли нахожу когда меня выпустят мы обязательно пойдем и погуляем блин но у меня все хорошо мы скоро подружимся тут все я очень на это надеюсь что мы все тут подружимся и будем как настоящая семья надеюсь что мы здесь надолго не задержимся ну да все очень хотят да все будет хлебо спасибо большое люблю вас я хотел ей предложить так садись сюда давай теперь ты своим близким расскажи чтобы не женщине спроси у дины а почему она мне ничего не присылай а чьи яйца кому я пришли мне два десятка я складываю в большую ребят спасибо всем родственникам которых я знаю да а знаете я совсем они есть там не есть оказывается там красноуторинск там да да все это родственники и дальше вся свельдовская область тоже от души спасибо как говорится за за вот эти тьмы дары ну все я думаю все все как бы всех поблагодарил да то есть дальше будет еще что еще сказать маме скажи чтобы не волновалась от тебя все да все отлично иркутск у соли сахалин москва ангарск красная горбатка сокол всем привет и всем спасибо все будет хорошо оказывается теперь у меня еще наш пять родственников больше стало весело я не нагнетаю катерина просто я к чему сейчас на фоне вот этих всех радостей мы утеряем нить понимаешь ты все хочешь разобраться вот тебе сейчас возможность разобраться сейчас все продукты оставили это оставили на видео обращение сделали все спокойно теперь все идем сюда давай давай это прислала просто шикарная семья моих братьев и сестер хорошая вода шикарная вода я не знаю что там какая-то птичка на лыбле но вода просто шикарная даже без вот прям вкус у нее такой хорошая вода хорошая вода яйца здесь бананы кокосы слушай яйца было убрать туда где яйца ну там будет под лестницу под лестницу там холодно хотя бы а где вся остальная вода мы куда воду делим макс куда они воду сложили в бутылки в смысле кончилось а вода закончилась яйца ты еще вода-то в бутылке так его выпили мы всю воду что ли повыпили слушай ну как всю воду погибли вода хорошая подожди поставь вода шикарная поэтому ты не переживай все нормально это нам не известно насколько нам нужно экономить хватит мы сэкономим не переживай ну ничего пить хотелось теперь ну что поделать насколько мы без воды были да ну милана выносила и так что у нас фотография у нас есть много картошки слава богу да у нас есть фотография у нас есть выписка да как это называется метрики раньше были метрическая выпись вот района какой-то затертый такой 24 представляете я при жизни вижу здесь да понятно конкретно по факту что там написано давай не это всякая фамилии вот фамилия щербатова фамилия ли это сказала ты знаешь что ты знаешь про фамилию щербатова что дашь карандаш буду писать значит она смит это девичья фамилия щербатова вот мы здесь пишем это это получился прабабушка моего папы так, Вась Васич, подожди, так давай по порядку Лия Лия, папа твой как зовут? ты меня спал? я больше вообще не нужен Виктор Ли, да? Виктор Ли, потом кто из вас? нет, 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 я просто меняла это подведи сюда а, меняла ты? да так, ну давай подведи нас к ней, Виктор, так, дальше кто идет после него? я пока что не хочу подожди, давай подожди, Катя, ты что делаешь сейчас? я хочу понять соединить, стоп, давайте подождите, разберемся, вспомним, что у нас есть так, ну что ты знаешь, он был Щербатовом тогда, прадед? прадед был Щербатов, вот Щербатов, Щербатов, правильно, да? а вот кем этот прадед приходится Прасковье Павловне, я даже не объясню про что делать но это, наверное, брат это свидетельство о рождении нашей Прасковьи Павловны Щербатова а почему Щербатова-то, оказывается? у него фамилия Щербатова а почему она Смит стала? потому что она вышла замуж, да, в Германии давайте спокойнее, ребят, просто спокойнее ну не нервничай отец Павел Афанасьевич Щербатов да, вот он, правильно, Прасковь Павловна, отец Павловна, мать Ага ну а что мы сейчас поясняли? мы хотим разобраться в чем? как это может быть? как вот это может быть связано? может быть они пока никак не связаны? может быть не связаны, может быть связаны всякая возможность ну это просто о том, что существует, что существует, да который подтверждает, действительно есть такая бабка, что было наследство но и наследство не подтверждается подтверждает пока просто то, что она существовала да, то, что она существовала когда-то то есть на 1924 года рождения, соответственно она уже умерла да если мы делим наследство, то естественно когда она могла умереть? в 70-м почему тогда посещают? ей было 50 лет? даже больше, я предполагаю вообще в россии вступают на следствие от посещения 6 месяцев а здесь я не знаю ты хочешь сказать, что бабуля умерла недавно? сколько ей лет тогда? нечего могло быть 100 лет 100 лет, а 180 лет нет, конечно не могло 100 лет, еще 24 года 94 где-то просто видим эти документы 90 могу у меня в семье много 94 года может быть быть правдой в семье много долгожителей 94 вполне могу в принципе 94 года, значит она недавно получается да значит бабуля была жива что-ли еще? почему у нас нашли это только сейчас? получается, смотрите, тут написано уезд Смоленской губернии значит надо отправиться туда как мы отсюда увидим что мы делаем? я понимаю зачем ты на что? что ты хочешь понять? тушенки переел? мы просто выясняем мы никак не можем выяснить родственные связи потому что под впечатлениями подарков мы разорвались немного сейчас собраться не можем может быть кто-нибудь есть? я тоже ничего не понимаю ты говорил, что у тебя родственники есть в Смоленской губернии да, кто там у тебя? это дальние родственники у меня там а зачем вы это выясняете? я так хочу медовик сожрать сейчас давайте прямо я не хочу это понять что нам надо у меня голод борется с мыслями я хочу с чайом попить у нас нет чая у нас есть чай, мне его прислала Оля Антошина спасибо огромное кипятка нет у нас пусть все собаки пусть все что ты делаешь у тебя будет дальше продолжаться и все будет у тебя клево Оля Антошина чайник был в церкви раньше в церкви было церкви что нужно выяснить это нужно сохранить сохранить чтобы потом оказать степень раствая это не просто как нам ребят а есть свидетельство о рождении в этом доме значит как там наша бабушка связана с этим домом конкретно опа а вот и Милана вступает в дело мне кажется и Милана знает откуда в этом доме свидетельство о рождении как вам, не кажется это странно значит этот дом Может быть, здесь она и жила? Все очень просто. Изольда Кат сняла Милану, положила их на свидетельство. Подождите, это еще не факт, что это настоящее, на самом деле. Васич сегодня на пупыхах, тушенка ему придала сил. Он сказал очень хорошую вещь, гениально. Он сказал, почему вы не думаете, что нахрен нас разбросали все эти документики просто, и по одной нам их отдают? Почему бы не принести все документы и разом нам показать? Значит, кто-то хочет, чтобы мы по одному, он сегодня еще раз сказал, собирали эту мозаику, правильно? Пазл, собирали вот этот пазл. Как проходим квест? Значит, нельзя утверждать то, что это настоящее. Единственный способ... Это настоящее, печати. Подожди, подожди, печати, это все, блин, 21 век это все подделывает. Ты что не видел, 24-й даже больше. Тебе доказать, что это возможно подделка? Начать это делать? Понятно, нет, это настоящее. Нет, это возможно подделка, подожди. Хорошо, настоящее, ты верь в это. Я буду думать, опасаться максимально, чтобы... Милан, Милан, да. Можно тебя... Милан, присаживайся. Гранат будешь? Будь, гранат? Нет. Не будешь? Смотрите, у нас тут нашей бабушке свидетельство о рождении. Это настоящее? Как ты думаешь, это настоящее? Я предполагаю, что да. А что она делает в этом доме? У нас здесь наша бабушка была у вас. Вы знаете нашу бабушку, Броскою Павлу Смит? Щербатова, это девичья фамилия. Катюш, можно я позадаю вопрос чуть-чуть? Я уже задаю. Да, можно? Сейчас на третье на мой вопрос. Да, я хожу. Почему ты хочешь перебивать, а то я не пойму. Не знаю, мне кажется, вопросы, они нелогичны. Я хотел бы другие задать. Мы между собой договориться не можем. Да, не можем иногда. Это я виноват. Говори, Катя. Наша бабушка как-то связана с вашим домом? С вами радио то, что вы должны узнать сами об этом. То есть вы понимаете, да? Вы должны сами выяснить, как Росковье связано с этим домом или нет. Милана, а скажи, пожалуйста, как ты узнала, что я буду в лесу? Я не знала, что ты будешь в лесу. Тогда почему я увидел тебя и ты подала мне стакан воды? Я решила тебе помочь? То есть я случайно там была? Подожди. Ну, хороший вопрос. То есть ты решила мне помочь и случайно там оказалась? Ты же знала, у тебя был стакан воды и ты мне его подала. Как ты знала, что я буду в лесу? Я гуляла по лесу, предположительно, со стаканом воды. Увидела тебя. Так. Подала тебе стакан воды. Почему тогда потом ты мне указала, куда бежать? Я тебе показала выход в дороге. Ты от кого-то явно бежал. Ну да, я вышел в дороге. Тебе не понравилось? Подождите. Тише. От кого-то бежал, Вася? Я же тебе сказал. Рассказывал, влача. А, хорошо. Хорошо, слушай. А как ты связана с юридическими агентствами Зольдекарс? Я живу в этом доме. Так. А юридической компании понадобился... Можно мне... Тихо, ребят, пожалуйста, сейчас она говорит очень важную информацию, которую мы все хотим знать. Дайте ей возможность ей рассказать. Да, да, я молчу. И этой компании понадобился именно этот дом. Они объяснили, для чего они хотят собрать вас. Для чего они хотят установить эти камеры. Да. Я, Влад, не против. То есть ты, получается, как такой связучий... Ну, то есть, по сути, ты арендодатель этого дома. Ну, если говорить таким современным языком. Если вам так удобно, да. Ладно, но вот это они подложили, или это здесь находилось у вас в доме? Вам необходимо узнать замену. Все, что происходит в этом доме, просто так не происходит. Леша, просто так не происходит. Мы уже поняли. Кушай. Милан, а можно еще вопрос? Можно, да, вопрос? Нет, очень вкусно. Это ты на фотографии. А вы как считаете? Ваша мама. Нет, это Катя так считает. Мы вообще разошлись во мнениях, потому что не могли понять. Я считаю, что... Я могла. Ну, кроме нее, да, она могла. Я считаю, что это вы на фотографии. Вы уверены в этом? В своем? Ответили. Скажи, да, ответили. Мы тут ни в чем не уверены. Нам пришла фотография, мы смотрим на нее. И просто хотим у вас узнать, это вы на фотографии или нет. Ну, вы как считаете? Как мы считаем? Давайте... Хотите сказать, как мы считаем, Миланов? Знаете? Да. Смотрите. Есть две версии. Первая версия, которую сказал вот этот человек, милый, Ли. Она сказала, что вы... Что вы... Симбиоз этого дома. А, то есть... Как ты сказала? Симбиоз этого дома. Она и есть. Типа вы дух этого дома. Нет. Говорила, поверь мне, я внимательно слушаю. Так, что вы дух этого дома. И что вы якобы ведьма. И что на фотографии, скорее всего, это вы. И что лет вам больше, чем мы даже сами можем себе представить. Но вы остались в таком же возрасте, потому что вы якобы, опять же, возвращаясь в дух. Вот. Эта теория не понравилась. Ну, в нее практически не верит никто здесь. Кроме нашей Ли. Так. Я сейчас нахожусь на грани того, чтобы ей поверить. На грани. Потому что... Ну, я сопоставляю какие-то факты. Я не понимаю, куда вы постоянно пропадаете. Я удивляюсь, почему она все время знает больше, чем надо. Я не понимаю, почему между вами какие-то такие терки, типа, спасибо, что помогла, спасибо за помощь. Это слышали практически все. Ну, по крайней мере, я слышал. То есть, какую-то связь я не понимаю. Я понимаю, какую-то связь. Потому что, если она мне утверждает, что она якобы владеет какой-то магией, да, и вы владеете какой-то магией, то я уже практически готов поверить, что в этом доме... Хотя я реально скептики, я мало верю в какую-то магию или еще что-то, но факты налицо. Есть другой вариант, что здесь сейчас никто, мы не родственники, никто здесь не родственники. Это все какая-то подстава. Изоль де Картс это подстава. Здесь... Но вы вдвоем? Нас разводите. Нас разводите. Так вот, фишка в том, что если вы будете думать, что Изоль де Картс подстава, все это вынесло... Получается, следуя вашей логике, вас здесь нету. В смысле, стоп. Раз вы здесь находитесь, каждый из вас видит этот дом, меня, камеры, каждый из вас вчера слышал информацию. Да, по телевизору. Значит, вы здесь. Ну да. Так. Не просто. Так. Вы хотите, чтобы... Нет, вовремя. То есть, я понимаю, что если это подстава, то какой смысл наследствия и зачем нас здесь держать? Правильно? Вот. Конечно. Супер. Ну подождите. Так, я в тупике, помогите мне. Есть информация, есть информация другая еще. Во-первых, мы не до конца услышали наше завещание. Мы можем не все знать. То есть, все сходится к тому, что... Сниму свое время. Как это воспринимать? Ждать спокойно. Ждать спокойно? Хорошо. Ну у меня нет вопросов больше. Я пошел спокойно ждать. Ну что ты психуешь? Ну садись. Я не психую. Я вот... Я в тупике. Нет, топ. Я не психую. Как ты себя чувствуешь, Ксения? Ох, я жду. Ты не хочешь со мной разговаривать? Нам тогда не дадут постельное белье. Это очень печально, что у нас не будет одеял. И подушек. Ну она вот такая. Тихо, тихо. Тихо. Ну я кое-что понял сегодня. И она имеет на это полное право. Я кое-что понял. Страдаем от этого, конечно. Мы, ну... Ну и пострадаем. Мы как не пробуем. Что мы? Что мы плохо спим, что ли? И у меня все в порядке. Я не требую ничего. Пока мы сами не придем к тому, чтобы она выдала нам белье. Пострадаем. Я лично, знаете, особого здесь какого-то такого кошмара не вижу. Вроде нам приходит и ребята нам помогают. То есть наши близкие нам помогают. Я думаю, в будущем у нас будет какой-нибудь шампунь. Уже есть паста, которую мы делим на шестерни. Правда? Я поделюсь с тобой. Вот. Мне тоже ничего не жалко, если что. У вас какие-то вопросы еще ко мне есть? Я хочу знать, это есть магия у вас или нет. Не надо никакие... Я не могу смириться. Я нахожусь на грани, понимаешь? Милана. Стоп. Нет. Нет, пожалуйста. Я... Ну вот надо... Милана, вы нам дадите сказать об одеяло. Об одеяло. Пожалуйста. Ну ладно. Окей. 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 Кстати говоря, она болеет. Она простыла. Носочки. Не могу больше как-то к рукам. Мы еще и эту ночь без одеяла и подушек будем. То она вообще может... У вас какие-то вопросы ко мне есть? Да, у меня есть вопросы. Можно, пожалуйста, нам одеяло и подушек? Мы очень хотим сказать про нашу бабушку. Она здесь жила? Спасибо. Милана. Кому необходимы? Что? Одеяло и подушки. Нам! Поднимите руки, да? Нам всем. Нам всем необходимо. Мне тоже. Я слышу. Нам всем. Ей тоже надо. Ей тоже надо. Мне так не кажется. Нет, у нее просто... Милана, разреши на минутку. На минутку. Можно? Не надо. Надо было. Что за кого не слышал? Ну что тебе уже надо? Ну что? Я уже спасу. Что скажи. Мне тоже надо? Мне тоже надо. Мне тоже надо. Мне надо тоже. Ай, ай. Ну так. Быстро. Ладно. ты ел что? а я поеду красавчик ну пожалуйста только косточки не ешь Вася пошел за них Вася что-то вставил тушенка да, он прям не сразу взбодрился, озверил правильный монет да, взорвало меня не взорвало тушенка, это как шпинат для папайя я встал и я встал вот вот